Россия становится привлекательной для китайских инвестиций. Со вступления в силу закона о свободном порте Владивосток, все больше предпринимателей из северо-восточных провинций Китая начинают бизнес в России. О том, что их привлекло, в нашем следующем репортаже. Предприятие из китайского приграничного города Суйфэньхэ активно занимает позиции на российском рынке при помощи свободного порта Владивосток. По словам замглавы управления по делам торговли Суйфэньхэ, его город непременно станет важной платформой торгового сотрудничества Китая и России. Мы видим, что Россия активно продвигает новые льготные меры. Они очень масштабны и повышают привлекательность российского рынка для китайских компаний. Мы считаем, что географическое преимущество Суйфэньхэ поможет нам стать хорошей платформой для продвижения китайского бизнеса в России. В управлении по делам торговли Суйфэньхэ отмечают, что объем прямых капиталовложений города в российскую экономику уже превысил миллиард сто миллионов долларов. И эта цифра значительно выросла именно после введения режима порта Франка. Налоговые льготы, вращенные таможенные и визовые режимы, снижение административных барьеров – все это предоставило китайским предприятиям новые возможности. Налоговые льготы нам очень помогли. Раньше при перевозке одной тонны бобовых платили 400 долларов, сейчас же всего 150. Мы смогли на этом значительно сэкономить. Сразу после вступления в силу закона о свободном порте Владивосток пошла речь о расширении режима на ключевые дальневосточные гавани, среди которых Славянка. Сегодня он эксплуатируется операторами России и Китая. В планах двух сторон превратить Славянку в порт-хаб региональной значимости. Порт Славянка – это часть стратегии развития свободных портов. Он прекрасно вписывается в китайскую инициативу «Один пояс, один путь». К тому же это ближайший порт для провинции Хэйлунзян. Она станет важной платформой торгового сотрудничества. И мы планируем в 2016-2017 году мы доведем грузооборот здесь до 15 миллионов тонн в год. Поэтому с компанией, с нашим партнером мы будем строить автомобильные дороги, бизнес-центры, жилье в Славянке и развивать территорию. Сейчас в зону действия свободного порта входят крупные международные транспортные коридоры, соединяющие китайские провинции Хэйлунзян и Цзилинь с крупнейшими портами АТР. Их реализация позволит Приморскому краю получить значимый экономический эффект за счет обеспечения транзита китайских грузов в порты Приморья с последующей отгрузкой на суда в адрес стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Сян Джунань, Лю Тин, СТВ